АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне было полных 11 лет, до 12 лет не хватало трёх месяцев. Я был под Москвой на даче у знакомых. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Станция Лосиностровская. Теперь это уже Москва. Это же был воскресный день. Я жил у знакомых на даче. И, по-моему, провожал их в Москву. Поэтому я оказался на платформе. Было много довольно людей на платформе. И вдруг вот из этого чёрного репродуктора действительно голосом Левитана Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Всё это было сказано. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Это был последний день старой жизни. Девятое мая является днём инородного торжества. Праздником Победы. С этого момента весь мир, не только мы в России, в Советском Союзе тогда, но и в Германии. И во всём мире всё поменялось и уже не вернулось. На прежние рельсы жизнь уже не вернулась. Вот я теперь думаю, как же это мы ничему не научились. Отец покинул страну. Он был итальянский подный в год моего рождения. Так что я его даже и не помню. Но вот мать действительно в 1937 году арестовали. Обвинение было стандартное. 58 статья, 8 пункт. Это шпионаж и контрабанда. Она получила 8 лет. И я остался с её старшей сестрой, с тёткой. А она работала в больнице, в клинике первого Мининститута. И когда началась война, её перевели на казарменное положение. Где-то я уже в этом госпитале в маленьком халатике разносил больным там газеты. Ну, что-то помогал, воду ещё там что-нибудь. В 1941 году, я помню, в коридорах они лежали в шинелях, встаняли, обвязанные все. И уже передовая эта была в нескольких километрах. Их привозили прямо в тёпленьких. Я помню. Ну, по утрам я уходил в школу. Тогда, значит, уже тех, которые умерли, вывозили рано утром. Ну, чтобы так не на глазах у всех. В таких деревянных ящиках. Да. На лошадке такой. Лошадка была запряжена в телеву. И такие чё, ящики стояли. Да. Это тоже было одно из тяжёлых впечатлений. Потому что, в общем, оказалось, что смерть, она совсем рядом. Что вот я ещё вчера с ним разговаривал. И он на что-то надеялся. А сегодня его уже нет. Пожалуй, самое сильное всё-таки именно того времени впечатление, когда начались интенсивные бомбардировки Москвы. Значит, я жил тогда в Москве в Старомонетном переулке. И была какая-то необыкновенная бомбёжка. Вы знаете, какой-то был звук особенный. Какой-то был свист и грохот. Ну, утром мальчишки, конечно, это всё интересно, побежали. А это на Люсиновскую улицу упала торпеда. Такая была бомба, которая летела и разрушала всё насквозь. Если вот вы теперь когда-нибудь бываете на Люсиновской, она была вся разрушена. Это были сплошные руины. Сплошные они дымились. И мы понимали, что там же были люди, которых уже нет. И это вот я понял, что это война. Что это не просто так. Да. Это было очень сильное впечатление. И оно вот сохранилось и до сих пор. Война закончилась, конечно, в Москве. Да. Мы, конечно, я в это время ещё учился в девятом классе. И мы голубые мальчишки. Да. Мы очень были, мы все, конечно, рвались на фронт. Да. И очень были разочарованы, что война кончилась. А нам так и не удалось уметь поучаствовать. Это было совершенно особенное ощущение. У нас тогда школа была мужская. Седьмая школа Ленинского района. Ну, я помню, в этот день все собрались в школе. Как-то обсуждали. И все у кого-то всё-таки. Отец погиб, у кого-то братья погибли. В общем, всё-таки к этому времени мы уже сильно повзрослели. И, в общем, всё-таки понимали. Понимали, что жизнь пойдёт по-другому. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok